Добрый вечер, дорогие друзья, братья и сестры! Приветствую вас и поздравляю с масочными праздниками! Сегодня вновь концерт в камерном зале Думы Музыки очень ответственный для меня. Концерт, очень ответственный зал, который всегда требует от меня чуточку больше, чем я могу, кажется. И действительно заставляет задуматься о своем профессионализме, потому что на этой сцене обычно выступают люди, состоявшиеся, концертирующие по всему миру. Ну и я только-только начинаю касаться их подолом, вот немножечко выскочив из скорлупы, так сказать, только опилившись. Несмотря на то, что прошло уже 7 лет с начала моей концертной деятельности, после проекта «Голос», все равно чувствую я себя еще зеленым, хоть и есть опыт, насмотренность, наслушанность и собственная работа домашняя над ошибками. Сегодняшний концерт проходит неспроста в этом зале, и соответствующая будет музыка, соответствующая программа. Она будет полностью в академическом формате, только я и только инструмент. Хочу вам представить концертмейстера, моего замечательного друга, лауреата Всероссийских международных конкурсов, пианиста-аранжировщика Александра Тевелева. Сегодня мы будем вместе творить искусство и немножечко вас отвлекать от насущных проблем и от новостей. Время, которое сейчас предшествует Великому посту, это время для того, чтобы немножечко задуматься, немножечко послушать темпо-ритм своих мыслей, заглянуть в душу под звуки музыки. Музыка, несмотря на то, что многие просветения, которые сегодня будут исполнены, тянутся своими корнями аж в барокко, как только сейчас вы услышали в исполнении Александра Тевелева. Некоторые произведения будут значительно моложе из русской классики XIX века. Также вы услышите немножечко зарубежные классики, неаполитанский романс и еще одно произведение на испанском языке. Музыка всегда восставляет человека из пепла. В самые тяжелые для нас времена, звуки музыки всегда нас воскрешают, они нас преображают, они нам дарят надежду и всегда говорят о том, что свет обедит тьму. И я надеюсь, что русскую музыку в особенности невозможно будет отменить никогда. Ни у нас в России, тем более, да, мы ее обожаем, ее очень любим. Ни в целом мире, кто бы как ни старался это сделать, закатать ее в асфальт невозможно. Она как одуванчик проклюнется, разобьет этот асфальт и через трещину проклюнется и потянется к солнцу. Поэтому музыка несет в себе очень огромный заряд мотивации, энергии, надежды. Она всегда поддерживает и дарит веру в светлое будущее. Романс Антона Робинштейна на стихи Пушкина Певец 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok